Я постоянно говорю о том, что ванские клинописи, так называемый уральский язык, это армянский язык. И я основываюсь на работах мировых ведущих лингвистов. Не каких-нибудь диаконовых со старостяным, которые сфальсифицировали и приписали ванским клинописям не существующие чеченские связи, а на работах ведущих лингвистов. Но до этого я вам покажу. Энциклопедия Кембриджского университета древних языков гласит. Перевожу. Генетическая связь между реконструированным, прото-урарто-хурицким и реконструированным северо-восточно-кавказским языком выдвигалась, но не является общепринятой. Если связь может быть продемонстрирована, она будет скорее довольно далёкой. Понимаете? Во-первых, теория Дьяконова, которую нам в Советском Союзе представляли как свершившийся факт, на самом деле в мировой науке не была принята. Её мировые лингвисты не принимают. Она, теория, выдвигается, но не является общепринятой. Более того, говорится, что даже если есть какая-то связь между ванскими кренописями и чеченским языком, то это очень далёкая связь. А понимаете, далёкая связь существует между всеми языками. Далёкую связь можно найти между любыми языками. И самое интересное, что эта связь чеченского с ванскими клинописями проходит именно через армянский язык, потому что чеченский язык заимствовал слова из армянского, такие, например, как индоевропейское слово «бун», «буэно», протоиндоевропейское «буэно», которое существует и в армянском, и в албанском, и в санскрите, и в фарси, а также это слово указано в словарях, что оно заимствовано из армянского языка чеченским, турецким и грузинским. Понимаете, и турки, и грузины имеют такое же право, как и чеченцы, утверждать, что именно они являются уратами, если вот это слово можно считать основополагающим. Но они, все эти три языка, заимствовали это слово и все другие слова именно из армянского языка. Нельзя же, в конце концов, заимствовать слова из армянского и утверждать, что именно они являются жителями Вана, когда Ван или Ван – это самоидентичность армян, это армянские слова, заимствованные в другие языки. Теперь поговорим о западных лингвистах. Сэр Генри Крэсвик Ройлсон – это британский военный деятель, генерал-майор, дипломат, археолог, асеролог, является одним из основоположников асерологии, а главное, именно он является человеком, лингвистом, который расшифровал бехистунские клинописи. А также он участвовал в расшифровке многих шумерских клинописей. Но мало кто знает, что он также является дешифровщиком ванских клинописей. И вот что мы читаем о нём в книге Роберта Уильсома Роджерса «История Вавилона и Ассирии». Он приводит цитату Генри Ройлсона, который раскодировал также клинописи Вана. Итак, перевожу. Хорошо известно, говорит Ройлсон, что есть ряд клинописных надписей, найденных в Ване и в непосредственной близости. Эти надписи я называю армянскими. Есть шесть царей Армении, следующие по линии прямой преемственности. Я читаю их имена как «Алтибари», «Ари Мена», «Избуин», «Менуа», «Арсен», «Аридури». Интересно, что пятым царём идёт Арсен – популярное мужское армянское имя. Итак, ведущий западный британский лингвист Ройлсон, который расшифровал бехистунские клинописи, расшифровывает ванские клинописи, используя армянский язык, переводит с армянского, то, о чём нам никогда не говорилось в советский период. В советский период работа Диаконова и Старостина. Я в другом ролике докажу вам, что Диаконов сфальсифицировал. Он сам в своих мемуарах признался, что он работал на Азербайджан. Он признался, что в 1956 году был нанят Азербайджаном для того, чтобы сфальсифицировать историю нашего региона, азербайджанцам приписать древность, якобы они потомки Мидии. Но это ему не удалось. И он пишет, что он был нанят Азербайджаном. Поэтому и появилась миграционная теория Диаконова, которая на сегодняшний день абсолютно опровергается генетикой, так как в армянах не нашли балканских генов. Все армянские гены местные, но об этом в другой раз. Итак, наша главная тема сегодня то, что, во-первых, мировая западная наука никогда не считала, что уральский язык – это похож на чеченский. Выдвигалась такая теория, но они пришли к выводу, что если и есть какая-то связь, то она очень далёкая. Такая же, как можно найти между любыми языками мира, не более. И вторая наша тема то, что ведущий лингвист, дешифровщик клинописей, дешифровал ванские клинописи с армянского языка. Поэтому я повторяю, ванские клинописи – это армянский. И к этому добавляется археология, антропология, где по антропологии жители Ивана – это армяноиды, такие как я, и фронзик. И другие дисциплины, о которых я вам расскажу в следующем ролике. Как-нибудь потом. Станинапти Extreme У contained в2 в 3 в dead в 2 х. Продолжение следует... К Prop.